Екатеринбург, площадь 5-го года. Мы видим, собрались люди. Сейчас подойдем, спрашиваем, что будет делать. По поводу установки защитных кранов в автомобилях такси. Нет четких никаких инструкций, указаний, как это должно быть выглядеть, как это должно происходить, за чей счет этот будет монтаж, кто нам готов это произвести. То есть единицы компаний, которые готовы взять больший объем. С многими мы связывались, узнавали и так далее. Сейчас они все дружно хотят взвинтить цены на все это дело, потому что пойдет массовый спрос. Перегородку или конструкцию ставить, это внесение изменений в конструкцию автомобиля. И технодзор, опять же, будет потом к нам предъявлять претензии. И в случае ДТП, эта пластиковая перегородка, если она, не дай бог, кому-то там в голову прилетит, кто будет в этом виноват? Нам не выпускают автомобили, не производят автомобили специально под такси. Как это делают в некоторых странах, допустим, если мы посмотрим американские фильмы, где водители сразу ездят с перегородкой. У нас нет такого. У нас штатный автомобиль. Для того, чтобы устанавливать подобные перегородки, я думаю, это заводами, изготовителями сначала инженеры должны это поработать. Как это должно быть? Как это должно быть правильно? Краш-тест и так далее. И уже после этого ставить. Поэтому вот это указано по поводу того, что установки вот этих кранов, он должен быть исключительно рекомендательного характера, а не обязательно к исполнению. Вот никакого, как бы, скажем, желания подорвать экономику или там, скажем, сделать хуже, чтобы там таксисты там меньше стали зарабатывать. То есть мы именно первые были, которые предложили, когда мы начинали выходить только из первого карантина, чтобы быстрее открыть эту деятельность. Сейчас просто ситуация очень сложная, и поэтому было принято такое вот решение, которое по экранированию, как вы говорите. А скажите, пожалуйста, а вот почти полгода уже пандемия, а только сейчас вы думаете о том, как уберечь таксистов? На самом деле, вы же видите, ситуация... Раньше-то почему об этом не думали? Раньше ситуация же меняется постоянно. То есть сейчас, с учетом того, что и погода другая, люди болеют другими сопутствующими болезнями. Поэтому могу ответить вопросом на вопрос. Я от вас жду конкретных предложений. Сейчас ни один водитель не пустит пассажира без маски, и сами водители все ездят с масками. Зачем эти экраны? На самом деле, вы же видите, что действительно мы сейчас работаем по дистанции в том же общественном транспорте. Ну, это не лан, но ты же не соблюдаешься. Соответственно, то есть мы говорим о том, что в машине даже техническая конфигурация внутренняя, салона, она не позволит нам отдалиться на это расстояние. Мы, я не говорю про нарушителей, те, которые в автобусах друг к другу там плотно набиваются какие-то вещи, мы над этим только работаем. Вы тогда вызывайте просто общественный транспорт. В указе, да, если посмотрим, почитаем про дистанцию, то есть речь идет о полутора метровой дистанции. То есть если говорить про то, что люди в автобусе нарушают, давайте уйдем к ситуации, возможно ли создать условия соблюдения. То есть в автобусе, допустим, полтора метра при соблюдении наполняемости салона, о чем мы там также будем работать. Полтора метра соблюсти возможно. Соответственно, в такси технически этого сделать невозможно. Поэтому мера компенсационная, которая говорит, ребята, давайте просто поставим экраны, которые при чихании прямые капли закроют.